Сегодня отмечается Международный день здорового сердца. И у нас в студии врач-кардиолог Видновской районной клинической больницы Анна Постникова. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, Всемирная организация здравоохранения считает сердечно-сосудистые заболевания одной из главных причин смертности людей. То есть, я так понимаю, Ленинский городской округ, видимо, в этой печальной статистике тоже не выбивается из общей статистики. К сожалению, вы правы. Уровень сердечно-сосудистых заболеваний в последние десятилетия неимоверно вырос. Это связано как с экономическими событиями, с увеличением продолжительности жизни населения и общей мировой тенденции. Вот именно у нас в округе, то есть, как много людей приходят к вам на прием, и в основном, насколько тяжелые заболевания связаны с сердцем? К сожалению, приходят с достаточно тяжелыми запущенными заболеваниями, с инфарктами, миокардами, с нарушением ритма, с гипертонической болезнью. Насколько, скажем так, помолодели эти болезни? К сожалению, значительно помолодели. Это связано как с интенсивной жизненной позицией. Молодые хотят всего здесь, сейчас и много, мало отдыхают, много работают и вспоминают о своем здоровье, когда уже что-то произошло, что-то случилось, и не всегда обращаются к врачам своевременно. К сожалению, модная тенденция консультироваться через интернет или еще какие-то другие социальные сети, а еще лучше всего у знакомых, которые знают лучше, чем врачи. Но есть какие-то вот такие, может быть, минимальные симптомы, по которым человек может определить, что у него какие-то, что-то с сердцем не в порядке? Человек почувствует дискомфорт в области сердца, он перестанет выполнять ту нагрузку, которую он обычно выполнял с легкостью. Он почувствует общую усталость, разбитость и, возможно, даже повышение артериального давления, которое он внезапно вдруг намерит у себя в дом или в офисе, если у него будет такая возможность. Или, к сожалению, если совсем критическая ситуация, его ситуация заставит обратиться к врачам, и они ему поставят диагноз. Понял. То есть так, чтобы человек сам себя смог диагностировать, таких вот четких нет? Четких принципов нет. К сожалению, медицина сложная наука, и очень многообразная, и многие болезни похожи. Мы вспоминаем старую историю, трое в лодке, не считая собаки, он открыл справочник по медицине, посчитал все 100 болезней, нашел все 100. Как часто врачи рекомендуют проверять сердце и его здоровье? Если вы абсолютно здоровый человек, нет никаких жалоб, если вы занимаетесь активным образом жизни, физическая нагрузка дозированная, то достаточно один раз в год проходить диспансеризацию, в том числе там будет делаться обследование, необходимое для диагностики заболеваний сердца. Ну и, наверное, важно задать этот вопрос, какие существуют способы профилактики сердечных заболеваний? Самый главный способ – это положительный настрой нашей жизни. В нашей сложной жизни, несмотря на все сложности жизненные и сопутствующие сейчас пандемию, это один из важных способов, достаточно умеренный образ жизни в плане «надо беречь себя», не только интенсивно работать, но и хорошо, правильно отдыхать. Достаточно правильно и рационально питаться, не переедать, дозированная физическая нагрузка, и да будет нам счастье. Ну и, как я понимаю, скажем так, осторожно относиться к вредным привычкам? С осторожностью. Все, что не во благо нас, то нас все разрушает. Отлично. Хорошие и мудрые слова. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Рассказали действительно много интересного. Я думаю, люди, которые нас сегодня смотрели, они все-таки задумаются, особенно в этот день задумаются о своем здоровье, и прежде всего о здоровье сердца, в общем, главного механизма в нашем организме. Спасибо огромное.